Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами обновкой своей. Хочу сделать обзор и за тест небольшой на новую помаду от Bourjois, которая называется Rouge Edition Velvet, которая даёт матовое покрытие, плюс вельветовое такое покрытие, бархатное. Начну с того, что я давно хотела попробовать этот продукт, эта помада-блеск, и меня останавливало только то, что у меня очень сухие губы, и я боялась, что мне матовые помады будут реально их сушить. Но всё-таки я решила, что это не на каждый день, тем более я выбрала такой довольно яркий цвет фуксии. Это такой мультимедийный, я бы сказала, оттенок, что я имею в виду. То есть это либо для съёмки видео, либо для фотосъёмки, но это явно не на каждый день. Что касается плюсов, во-первых, я очень переживала по цвету. Я думала, что он будет наноситься полупрозрачно, и для того, чтобы был такой яркий цвет, мне нужно будет нанести максимум три слоя. Нет, это очень насыщенный цвет, который можно за один раз нанести. Второй плюс для меня, это удобный аппликатор, плюс его какое-то умение делать контур. То есть огромное количество помад, которыми невозможно сделать контур. Вы будете заходить за контур губ, вы будете мазюкать там, где не нужно, но с этим как-то блеском помады получается всё очень классно. То есть я кончиком аппликатора прохожусь по контуру губ, и у меня создаётся контур губ, который мне не нужно повторять, допустим, карандашом. И последний, третий плюс, это то, что сие средства не сушит губы. Но отсюда же вытекает небольшой минус. Он довольно сильно забивается в трещинки, в ваши морщинки на губах. Если у вас не идеальные губы, какие-то негладкие, не увлажнённые, то есть какие-то подсушенные, возможно, с трещинками, наносить я его не рекомендую просто так, потому что он вам забьёт все морщинки. Я нанесла его на обычные свои губы, не увлажнённые бальзамом, и когда я смывала его, у меня были очень потрескавшиеся губы, и вот остатки этого продукта у меня забились в эти трещинки. Мне было очень сложно их вымыть, и я помню, я проснулась утром уже, ну считайте, я помылась, умылась, проснулась утром, почистила зубы, поводила щётку зубную по губам, и у меня этот пигмент оставался в этих трещинках. С одной стороны, это безумно классно, то, что он очень пигментированный, он долго держится, но его минус в том, что он очень сильно забивается в трещинки. Ещё его один минус, это то, что он не настолько матовый, насколько я ожидала. То есть я накрасила губы примерно минут 20 назад, и до сих пор у меня не особо матовый. И чтобы он стал матовым, мне нужно либо сделать такое движение и промокнуть, либо мне нужно взять салфеточку и несколько раз её как бы прикусить. Иначе у меня остаётся глянец. Этот глянец видно, и я не понимаю, как это заверено, как матовая помада. Если он минут 20-30, точно будет у вас блеском. Если вы вообще не будете ничего делать со своими губами, он будет у вас блеском до конца. И, пожалуй, последний минус, это то, что она очень сильно отпечатывается. Я использовала из подобных средств, которые наносятся как блеск и засыхают в матовую, только Нуба и вот эту. И вот хочу сказать, что, во-первых, Нуба намного сильнее сушит. Если вы выбираете между Нуба и Буржуа, то я всё-таки советую Буржуа, потому что и дешевле, и сушит меньше. Но только минус в том, что Буржуа не совсем матовая. Если вы хотите матовость, то я уже сказала, что нужно сделать. Нуба в этом плане вот вы нанесли, и всё, она тут же затвердела, она стала прям вообще матовой. Но проблема в том, что Нуба очень сильно сушит губы. Потом, ну это просто печаль-печаль. Но тут же минус Буржуа в том, что она настолько въедается в ваши губы, что цвет очень сложно смыть. Я пробовала и мицелляркой, и средствами для умывания. Я чем только не тёрла губы, у меня до утра оставался пигмент, причём он такой не очень красивый, который забивается в трещинки. Поэтому выбирать вам мне нравится как Нуба, так и Буржуа, потому что у них разные всё-таки свойства. Они немного по-разному смотрятся на губах. Пару слов ещё о Буржуа. Я имела опыт, когда купила, накрасила губы и решила покушать. Каково было моё удивление, когда был ужасный отпечаток на вилки, на тарелки, на кружки. И для меня это было просто страшно, потому что я была дома одна, но понимала, что если бы я вышла с такой помадой в гости, например, и кушала бы там, я бы ужаснулась и подумала, что у меня всё стёрлось и вообще за края вылезло. Но плюс в том, что помада вообще не съедается, она очень сильно отпечатывается. И, видимо, вот тот слой верхний, который кажется немножко глянцевым, он именно и отпечатывается. Поэтому я вам предлагаю сейчас, допустим, что-то покушать, перекусить, попить. В данном случае я буду пить чай и посмотрим, что у нас останется. Я прошу прощения, у нас не вовремя вылезло солнышко, поэтому весь подсвет идёт оттуда, и мой софтбокс мне не помогает. Но не суть, уже заканчиваю видео. В итоге, что хочу сказать. После перекуса мы видим вот это вот изображение. Специально сфотографировала, чтобы видели вообще, насколько это всё ужасно. Да, остаются огромные следы. После еды вилкой, например, остаются вообще страшные следы. Это неприятно, когда вы кушаете, потому что она попадается на зуб. Но, если это исключить, хочу сказать, что глянцевый блеск сошёл, остался красивый матовый финиш. В таком состоянии она будет держаться очень долго, и вы не будете чувствовать её на губах. Это я вам гарантирую однозначно. Подводя черту, подводя итог, я продуктным довольна, буду экспериментировать. Надеюсь, что вам что-то помогло. Огромное спасибо за просмотр. Солнышко, я желаю вам хорошего настроения, продуктивных дней. Ну, а вы меня увидите в следующем ролике. Пока.